Завершаем знакомство со Stable Diffusion разбором вкладки Image to Image. Очень поверхностно, детально, я думаю, мы будем разбирать это в стримах. И частично в группе по Stable Diffusion в Telegram, куда я настоятельно призываю вступать всех, кому интересно эта нейросеть. А я не представляю людей, которым она неинтересна, или тех, кто продолжает пользоваться Mijoni или Dali, зная, что есть Stable Diffusion. Потому что, например, вот. Сгенерировали, например, вы автомобиль марки Audi. Изображение вам нравится, но он его зарезал. А оно вам нравится. Что вы делаете в Mijoni? Отказываетесь от изображения. Что вы делаете в Stable Diffusion? Переходите в закладку Image to Image и выбираете тут Script Outpainting. То есть дорисовать снаружи. Нам нужно дорисовать справа, значит все остальные галочки убираем. Ну, в общем, понятно, да? Если бы нужно было сверху и справа, оставили бы еще Up. И выставляем, сколько нужно дорисовать пикселей. На машину хватит 200. Все. Сделаем три изображения. Он не просто дорисовывает, он по-разному дорисовывает. Ну, сейчас увидите. А, нет. Вот он тот момент. Я помню, что Batch Count и Batch Size все-таки отличаются. Но не мог вспомнить, где это проявляется. Вот здесь. Здесь получаются одинаковые изображения, если менять Batch Count и разные, если менять Batch Size. Да, вот он дорисовал не только машину, но и фон. Вот это даже вполне сносно, но плохо получается, у него корма. Я помню, долго бился именно на дорисовке вот прямо постоянные артефакты. И вот вам лайфхак. Вернее, правило общения с сетью. Что сделать, чтобы он нарисовал машину правильно? Добавить в Prompt слово Avant. То есть универсал, если говорить про Audi. Нейросеть учится на изображениях и прекрасно знает разницу между универсалом и седаном. Но если ей не сказать, что конкретно вы хотите, она становится глупой, как моя собака Кора. И рисует что-то среднее. Не всегда, но часто. Ну, вот один из трех почти идеальный. Ну и давайте сразу закончим процесс и сделаем upscale. Ну, то есть сделаем изображение в высоком разрешении. Сейчас оно 512 на 1024. Здесь указываем во сколько раз увеличиваем. Давайте сделаем в два раза. Мне будет достаточно. И здесь люди по-разному смотрят на метод. Сколько методов, столько мнений. Я делаю так. Первый upscaler вот этот. Он делает грязно, но натурально. А второй вот этот. Он делает чисто, но зализано. На мой взгляд некрасиво. И поэтому я его даю примерно на сорок процентов. Не настаиваю. Еще раз. Я делаю так. И все. Получили Hi-Res. Это один вариант. Вам нужно увеличить. Другой вариант наоборот уменьшить. Ну то есть вырезать какой-то объект. Можно. Да без проблем. Надо только убрать скрипт, который делает Outpainting. И тут начались разные варианты. Типа при таком условии получится так, при таком так. Записал, но понял, что это еще один урок. Поэтому все промотаю и расскажу именно как вырезать. Значит берете нужную часть изображения и ставите denoise на 0.1. То есть на 10 процентов. Все. Он вырежет не квадрат, а условно крупность, которую вы выделили. Соотношение сторон он сохранит от исходного изображения. Или надо поменять. Но это в случае если тут стоит crop and resize. Потому что если стоит просто resize, он вам просто resize и сделает. То есть сплюснет или растянет в зависимости от того, какой участок вы решили захватить. Дальше очень быстро про скетч. Значит однажды у меня была такая задача. Нужен был череп реалистичный, но в три четверти. Был использован Минджони, потрачено полтора часа. Кое-как добился и то не того, что хотел, но хоть чего-то. Здесь он в принципе и так делает неплохо. Ну то есть это в принципе то, что мне и было нужно. Но покажу все-таки чем хорош скетч. Вы закидываете какой-то рисунок и говорите сделай примерно как я нарисовал. Можно ему еще рога прямо тут пририсовать. Denoising Strength — это как бы сила творчества. Насколько сильно он будет соответствовать рисунку. Так, ну тут только соотношение у нас не соответствует. Вот так. Поставим на сорок процентов. Он сделает такой шарш. Нет, мало. Поставим на девяносто процентов. AC тут не нужен от Audi. И получим череп в три четверти. Примерно там и в таком виде, как мы нарисовали. Рога только не смог приляпать. Сложно ему дается человеческий череп с рогами. Богословски подкованная нейросеть. И несмотря на то, что главное в закладке Image to Image — закладка InPaint, где вы можете удалять или заменять какие-то элементы изображения, мы перейдем к выбору модели. Потому что на InPaint уже не осталось времени. Вот самый крупный сайт с моделями. Модели выкладывают простые пользователи, которые дообучают их в Stable Diffusion G. Тут примеры того, что делает конкретная модель. Обычно примеров больше. Выбрали модель — скачали модель. Кроме CKPT есть еще модель с расширением Safe Tensors. Safe Tensors предпочтительнее, она безопаснее, но мне кажется это условно. В любом случае устанавливаются они одинаково. Скачали и положили в папку Models Stable Diffusion. Теперь в интерфейсе надо нажать вот эту кнопку, чтобы он ее увидел, и выбрать установленную модель. Пройдет какое-то время, она загрузится и можете пользоваться. Информации, которую я дал в этих пяти уроках, недостаточно, чтобы генерить в Stable Diffusion именно то, что вам нужно. Но достаточно, чтобы просто генерить в Stable Diffusion изображения и иногда получать то, что вам нужно. Не обещая, что закончил с уроками, возможно, буду делать продолжение по мере появления новых фич. Ну и стримы, ссылка на плейлист в описании, а также группа в коллеги, что называется welcome. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.